Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Грэнни 3. Мы продолжаем играть под прошлой частью, где мы намутили очень прикольный секретик, то что дед может убивать бабусю. Вы мне написали кучу всего и багов, и какие-то еще есть секретные анимации, которые я до сих пор не видел. Короче, в общем-то много чего прикольного есть. В сегодняшней именно части мы попробуем самый популярный из комментов, было написано, написал чувачок, либо чувиха с ником имфа. Рома нашел баг с дробовиком, если отнять у тебя до оружия, и потом, когда он пойдет дремать, то рядом с ним появится еще одно оружие, тоже дробовик. Попробуй, пожалуйста, я случайно нашел этот баг. Ага, видимо, все-таки чувачок раз нашел. Хорошо, нам тогда изи нужно. Мы сейчас все это провернем, и у нас будет сразу два дробовика в игре. Но это жестко на самом деле. Я, ну, предполагал, конечно, то, что примерно такие баги будут и еще что-то типа такого. Но есть такие баги, про которые мне писали, которые даже я представить не мог, что вообще такое может быть в игре. Но все-таки полгода то, что прошло с прошлой игры, дают о себе знать, и баги есть баги, как бы без них никуда. Так, давайте, в общем-то, открываем. И уже... А, ну, нам, смотрите, раз мы деду убить не можем, нам нужно все-таки будет вэпон-кейна дыбать. По-другому я не знаю, как мы будем проворачивать эту тему. Еще, оказывается, есть дополнительный питомец наверху. Там должна быть ворона, что ли, что-то типа того. О, я пока что не видел, но вы мне писали тоже в комменты. Why? Why, 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 why? Вот это вообще нехорошо. Быстро. Прятаемся, прятаемся, мне тут нет, до свидания. Все. Ну, вроде как мы в порядке. Не, ну вот смотри, так выходишь, да я тебя сразу палит. Это вообще не серьезно. Сейчас еще капкан, небось, оставят. Фиг отсюда выйдешь беспалевно. Можно пока что здесь поковыряться. Чубрика этого открыть. Но тут ничего нет, вы видите сами. Так. Как-то что-то с ним по-другому повзаимодействовать, я не знаю как. Зуб даже желтый есть, есть эти. Синий, е-мое. Тут у него радуга какая-то во рту. Не такая уж супер яркая, но оттенками, так сказать. А что если вот сюда залезть? Оба. А, нет, сюда не получается. Но выглядит как будто бы можно сюда. А. А, нет, на этом краешке нельзя все-таки. Так, ну окей. Старики, конечно, понаставили тут. Всякой ерунды. Ну, дело проходимое. Так, там спит уже кто? Никто не спит. Нифига. Мг. Ладненько. Ой, 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 ой. Но прогуляться особо не получилось. Меня уже пропалили. Ой, да е-мое, тут двойное просто. Нападение на меня. Окей, я понял. Аккуратненько. Ох, тройное? Вот весельчаки-то, конечно. А у нас есть лифт, точно. Я забываю про него. Ну, почему забываю, это понятно. У меня постоянно раздолбанный. Это прям супер расстраивает, если честно. Ну, что с этим, ничего не могу сделать. Так, ладно, поднимемся наверх, давайте. На самый последний этаж все-таки я поеду. И посмотрим, что там есть. Ага. Так, второй. Ну, на втором тоже чисто. Нам нужна срочно рогатка. А это вэппенкей нам нужен к этому всему делу. Поэтому, ну, будет проблематично. Все это добыть как-то. Что у нас есть тут? Абсолютно ничего, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, сейчас сквозь эту будет палить по мне. А нет. Нет, не палит. Ну, и хорошо. Вот у меня вопрос интересный, куда вот эту вот вазу улетит, если я ее собью? Там же какая-то закрытая территория. Типа я туда ни разу не попадал. Да. Вопросы возникают все-таки. Че к чему? А где дедушка? Он ушел? А, он ушел. Хорошо. Так. Так. А вот, интересно... Э. А в какой последовательности баг надо делать? Чтобы этот, как его... Сначала выбить оружие у деда, а потом уже забрать? Либо можно... А, ну не. Ох ты, е-мое. Короче, этот варик отпадает. Я только что подумал, наш дед уже проснется без пушки. Так что нужно будет именно выбивать. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, есть вариант то, что мы этот, как его, потом ему отдадим пушку. Ох, успел. Чума, е-мое. Он чуть не успел меня убить. Офигеть. Еще бы чуток и все. Мне бы был бы кирдык. Слышишь, что он сказал? Ты что хочешь поиграть? Ну, как бы, типа, не особо хотелось с вами-то играть с стариканами. Я бы стыбзил все нужные мне предметы и ушел уже. Но, увы. Тут все-таки... О-о-о-о. О-о-о-о. Погнали. Хоба. Братути. Мы тут, а? Закрыто. Серьезно. Что-то, пока они сами это дело все не по-анно открывают, то как-то я даже этот должен сам все взламывать. Не особо-то приятная ситуация. Ну, смотрите, мы уже дофига чего прошли. Я вижу... А, ну вот. Вот, в этот раз все-таки деревяшка-то здесь. А я вам говорил, что она там может, этот, прятаться. Вот, и в этот раз. Нам надо будет туда залезть аккуратно и по краю, короче. Проползти и забрать. Опа. А дедушка? Пальнешь? Респект. Нет, вот вы просто поглядите на это... Ах ты, е-мое. На эту наглость. Самую натуральную наглость. Вот в этот раз мне вообще не надо было, чтобы он убивал ее, но... Он взял ее и просто грохнул. Как нефиг делать. Ну, это, конечно... Ой-ой-ой. Это, конечно, очень неприятно. Но я с этим ничего не могу поделать. Прямо вот раздражает, конечно, капец. А, сюда нельзя. Точно-точно. Так, ну ладно. Кстати, а бабушка умеет играть на пианино? Вот этого я не знаю. Надо сейчас на третий этаж быстро. Пока дедушка, в общем-то, без бабушки у нас. Да, отвали ты от меня. Сандерина достала. Так, о, спички. Найдем. Ой, нашли точнее. Сейчас их скину вниз сразу. А хотя, наверное, вниз я не буду даже скидывать. Я скину на второй этаж. Во, хорошо. Ну, по идее, все равно вниз получилось, конечно. Но имеется в виду не с крыши. Так, новое животное. Новое животное. Давай-ка. А-а-а. Да ладно. Верно. Ох ты. А вэпунки... Ох ты, вэпунки это тут как раз. Ну, тогда, по идее, нам даже и можно не заморачиваться. Мы просто сейчас подожгем. Да и все. Тогда я даже не буду забирать этот. Как его называют-то? Не его, а ее дощечку. И все. Дедушка прям позади, ребят, меня. Это неприятно, но... Ага, мы успеваем. Ну, в обратку я точно сейчас не успею. Так что... Будем его выжидать отсюда. Увижу я его вообще. Нифига куда я залез. Ну, надеюсь, то, что увижу. Так вот, надо прям с краешку заметить. То, что он ушел. Вот, все. Четко заметил. Сейчас будем подниматься на третий. Так, он не на третий. Он вниз. Ой, хорошо. Сейчас, чтобы он меня за три километра не увидел, я тут встану. Ё-моё. И надо так близко появиться. И штаны наложить можно. Офигеть не встать. Так, ну все. По идее, в руках у нас уже, можно сказать, рогатка. Осталось набрать камушки, сейчас будет. Да и все, в принципе. Вообще офигенно. Так, это выкинем. Хорошо. Давай, до свидания, ё-моё. Ворона. Мешалось тут нам. Все, теперь под контролем. Так, вэпонки. И у меня вообще все в этой серии хорошо складывается. Не то, что в прошлом у меня, где я мучился три года, чтобы сделать одно действие. И сегодняшняя серия, я его чисто случайно вначале намутил. Нет, ну вот это вот и вообще, я не понимаю. Как так? Стоп, у дедушки в комнате, да, вэпонки? Ага, да-да-да. Пока я еще не супер все изучил, но потихоньку, помаленьку буду. Здесь сейчас старики будут. Нет? Ну и хорошо. Мы спокойно выходим. Сейчас камушков пособираем. Ну и потом нужно будет подлавливать дедушку, когда он спит. Ох, ё-моё. Ааа, знаете, что он походу делал, ребят? Он, похоже, этот, как его... Как же это называется-то? Кормил крокодила. Вот вы мне говорили про эту секретную анимацию. Но я ни разу еще не видел. Вот, многие там еще спорили. Нафига его кормить, если... Он, этот крокодил должен быть голодным. Так сказать, чтобы сытненько наесться жертвой. А то... Так этот, как его? Будут сбрасывать жертву ему, а он даже не захочет кушать. И концовка обломается. Ну, это, конечно, настолько непродуманно, но все-таки... Так, дощечка там. А я вот можно еще сбить, я думаю. Если постараться. Но это не ко мне. Народ, вы где все? Папка? Угу. Ух ты, он не спит хорошо. На две с половиной минуты вы мне сказали, все-таки. Я думал на две, но нет. Дед где? Опа. От души, дедуля. А потом я бы тебя с удовольствием бы отправил еще поспать, но... Не знаю. Пойдешь ты, не пойдешь. А что, если я в бабушку стрельну во время того, как она этот... Ну, того. Как бы. Ох, еще и убил. Офигеть. Ну, кстати, это прикольная часть эксперимента, так сказать. Выкинем на улицу шотган. Так. Пока дед у нас вырублен, я... Собираю еще и вот эту шнягу. Многие говорили, чем он нас будет бить, если у него нет пушки. Ну, рукой по башке треснет, да и все, наверное. Не знаю, предположение такое. Если уж он полностью обезоруживается, то это странно. Так, теперь я в руках, кстати, держать ничего... Ну, нет. Не, все-таки буду на всякий случай, мало ли. Что случится. Так, смотри-ка. Оба. Понял. Больше даже пробовать не буду. Так, ну все, ждем, когда дедушка ляжет спать, и у нас будет сразу два дробовика в игре, как я понимаю. Не, ну все просто как по сценарию в этой серии. Я просто офигеваю, если честно. Все так складывается, с дедушкой... Опа. Кто-то у меня хочет явно отобрать пушку. Он прям так целенаправленно на меня идет, как будто бы он знает, что у меня пушка и хочет меня найти. Прямо вот так вот это выглядит. Ну вот что, с бабушкой, кстати, будет? Не знаю, может, баг какой-то получится. Кстати, я в тачку случайно в прошлой части залез. Может, еще раз? А, не-не, лучше не буду, а то потом не вылезу. И мы не сможем намутить наш план офигенный. Так, еще вижу камушек. Ну, просто идем за дедушкой, когда он пойдет на второй этаж, да и все. Можно его больше не бояться, то, что он меня застрелит издалека. Отсюда он не выходил. Ну, значит, пойдет сейчас наверх. Либо уже там. Не знаю. Боюсь туда заходить все-таки. Ладно, попробуем. Ух ты! Ё-моё! Ну, не настолько же, ёк-макарек. Как вот прям на зло. Ох ты, еще! Да вы что, с ума сходите тут все? Все, я в тюрьме, у меня, естественно, пушечка, конечно, но так-то все, как было до этого. Ну, и дверь еще не закрыта, а взломана. Так. Зевает, типа, да? Тогда, может, ты направишься спать сразу после этого. Я буду очень рад. Так. Я не в курсе, где он. Сейчас, подожди-ка. Хоба! Нифига не тут. Блин. Ну... А, подожди, а там нет? Никакого шкафчика? О, под кровать можно сныкаться. И тупо тут ждем деда, короче. Хо! Вот это просто мега план! Но я не знаю, насколько это реально, чтобы он сюда пришел и лег спать. Это будет обалденно, если это получится. Фух, ребятки, наконец-то! Я целый час прождал этого. Но получилось, походу. Я вам скажу честно, я вот час ждал до того момента, пока я не спрятал второй дробовик в другом месте. Вот тут вот. Вот, теперь у меня их два. То есть, дед их как бы не мог никак подобрать. То есть, реально, два дробовика. Можно один в одну руку, другой в другую взять. Ну, конечно, в игре так нереально, но все же. Оба заряжены. А вот, кстати... Есть один вопросик. Ух ты, ё-моё! Опасно. Как они работают, если я, допустим, один заряжаю, другой как... А если он третий раз спать ляжет, то у меня три дробовика будет? По-моему, на самом деле, это реально то, что будет сразу три дробовика. Хотя, стой! Мы же у него не из рук их выбили. Ну, короче, не знаю. Ребят, баг рабочий, но он очень-очень зависит от везения. Я вот вам честно говорю. Просто это капец. Мне пришлось реально, я вам говорю, час прождать, чтобы он наконец-таки пошел спать. Он все обходил. Вот он, я уже изучил, как он ходит. Он выходит отсюда, идет вон туда, разворачивается, идет обратно. Кстати, я анимку, как он кормит этого крокодила, не заметил в итоге. Может, он ее тоже делает очень редко, фиг его знает. Но напишите, ребята, в комменты, реально ли кто-то видел вот этот вот анимку, как он кормит крокодила, и где именно она происходит. Там возле сарайчика или где-то в другом месте? Потому что я час следил за ним и ни разу не видел, как он кормит. Вот в чем прикол. Но и за час у меня только одна анимация того, что он спать пошел была. Поэтому тут тоже под вопросом. Ага. Ну вот бабушка. Смотрите, мы ей хедшот даем и идем проверять другой дробовик. Заряжен ли он полностью, либо нет. Сейчас проверим. Так, ну это просто типа... Да, на один выстрел заряжен. Они соединены даже. Офигеть. Я так и думал, ребят, я так и думал. Офигенно. Так, дедушка у нас, по-моему, пошел вон туда. Или нет? Может, он, кстати, спать пошел еще раз? Ой-ой-ой-ой, не-не-не, ошибку сделал чутка. Чутка я сделал ошибку. Ладно, надеюсь, он сейчас идет обратно. И мы с вами у него третий дробаш заберем. Но хотя не факт. Я просто проверю, ребят. Спать он, ну... Шанс, конечно, есть, но прям... Просто милипизерный, так сказать. Так. Он, по-моему, сейчас пушку заберет. Как думаете? Но они спрятаны в багажнике прям жестко. Нет, он тупо развернулся, ушел. Но меня с такого расстояния он точно не видит. Потому что у него и с глазами проблемы. Вот. Ну и, в принципе, механика не предназначена для таких расстояний. Не забрал ведь? Нет, нифига. Но он сюда просто ходит. Но место такое обалденное, так сказать, нычечко. Ага. Давайте-ка нам третий дробовичок, а? Ну, типа, из-за того, что он уснул, и мы забрали... Ах, как тупо получилось. Из-за того, что он заснул, и мы забрали... Возможно, уже третий не получится. Просто это, типа, два разных момента, как мы у него украли эти дробовики. Один раз выбили просто, один раз он нам его отдал во сне. Вот оно как. И они, к тому же, еще очень жестко связаны. Так, он ушел? Наверх, что ли? Прикиньте, он реально спать пошел снова. Я офигею. Реально, ну все, пушки больше нет. Короче, максимум только два. Фиг нам больше, так сказать. Ну ладно, окей, зато в любом случае баг прикольный. Сразу с дробовиками бегать по дому, это тоже приколдесно. Но тупизм, конечно, в том, что они связаны. И это немножко расстраивает. Как бы вы сами понимаете то, что приходится и патроны искать постоянно. Если, ну, блин, я не знаю, вот как это, типа, объяснить. Они просто как один, но их два. Вот так вот можно объяснить. В общем-то, ребятки, баг рабочий. Пишите еще какие-нибудь прикольные моменты в комменты. Буду пробовать, проверять. На этом все. Не забывайте делать также стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok